Здравствуйте! На Ахтубинском канале новости. Сначала в коротком изложении. В преддверии большого праздника жители Золотухи готовятся к юбилею села. В ноябре ему исполнится 185 лет. Охота на охоту. В предстоящие выходные начинается сезон осеннего сафари на пернатую дичь. Впервые в Ахтубинске открыта персональная выставка работ художника Валерия Малеева. Любовь-морковь радует своих покупателей не только новым поступлением товара, но и подарками. Кружки, магнитики, сертификаты всем, кто купил в этом году свадебные платья. Ну а теперь об этом более подробно. 4 ноября жители Золотухи отпразднуют юбилей села. Со дня образования ему исполнится 185 лет. Подготовка к торжеству идет полным ходом. Творческие коллективы репетируют новые концертные программы. Школьники готовят тематические презентации. Ну а все вместе сельчане наводят порядок на улицах. Облагораживают территорию мемориального комплекса, установленного в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Тему продолжит Владислав Лихварь. Не только в школе, детском саду, больнице, объектах социальной сферы побывал на прошедшей неделе в селе Золотуха глава администрации района. В этом году село, одно из старейших в Ахтубинском районе, отмечает юбилейную дату – 185-летие. К этому событию жители готовятся основательно. Бюджет сельской администрации не в состоянии выполнить все расходы, связанные с юбилеем. Золотухинцы понимают это, сказал глава местной администрации Анатолий Русанов. Оказывают помощь в подготовке к празднику, не считая затратами, личным временем. Например, ремонт Дома культуры сотрудники проводят своими силами. Руководитель художественной самодеятельности Наталья Дегтярева расписывает стены фойе зрительного зала, как настоящий художник. На улицах села поддерживается порядок, зараживших травой улиц не найти. Облагорожен, как всегда, мемориальный комплекс, воздвигнутый в центре Золотухи, погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам. На каждой мраморной плите высечено не менее 20 фамилий. Комплекс украшают шесть цветочных клуб, и это в то время, когда в селе существует серьезная проблема с воздостнабжением. Посетили руководители района место в центре села, где 4 ноября, в день праздника, будет установлен православный крест. С покон веков на самом центральном месте, в каждом населенном пункте, строились храмы. Поэтому мы выполняем, как говорится, сложившую традицию по этому вопросу. У сельской библиотеки главу района встретила хозяйка Ольга Губанова. Не столько в роли заведующей учреждением культуры, а как руководитель попечительского совета, отвечающего за строительство, точнее, восстановление разрушенного в лихолетие храма. По истории села у нас было два храма, которые разрушены. Один дом культуры со временем стал, а второй под общественную баню отдали. Это получается, что грех наших предков получился. И вот нам предложили они поставить покаянный крест на месте одной из церквей, где была баня общественная. И вот сейчас у нас люди несут деньги. И вот мы хотим Казанской, вот Казанской 4 ноября будет наш золотухинский сельский престольный праздник. Когда-то была у нас Казанская церковь. Они хотят к этому дню поставить, в общем, вот этот крест покаяния, и чтобы прошел крестный ход. Ольга Александровна в разговоре обратилась к виктору ведущего с просьбой, чтобы он попросил предпринимателя, разбирающего старое здание, оставить бетонные блоки, которые понадобятся для фундамента будущей церкви. Глава района тут же решил этот вопрос. До праздника села осталось немного, а потому жители золотухи спешат, надеются отметить его достойно. В Межрайонном центре социальной поддержки населения прошел первый отборочный тур конкурса «Самодетельного творчества среди сотрудников отрасли социального развития и труда». Конкурс проводился по трем номинациям – декоративно-прикладное искусство, авторская песня и вокальный жанр. Присходящее на сцене оценивала строгая жюри и моя коллега Надежда Яхтина. По результатам жеребьевки первыми в номинации «Вокальный жанр» перед зрителями выступили гости из села Золотухи, работники отдела социального обслуживания на дому, Нина Дьякова и Наталья Кондратенко с песнями «Речка» и «Пролетчика». Также в номинации «Вокальный жанр» приняли участие музыкальный руководитель центра Наталья Завражнова, дуэт Людмилы Конкиной и Елены Костоглотовой, а также водитель отдела социального обслуживания на дому поселка Капустин-Яр Сергей Крюков. Последний стал также единственным участником номинации «Авторская песня» с произведением «Жена моя», подарив зрителям немало положительных эмоций. В номинации «Декоративно-приколодное искусство» свои работы продемонстрировали Айнура Даулетова, Наталья Рыбалкина, Нина Дьякова и Любовь Рудикова. Мастерицы представили работы, выполненные в разных техниках, таких как бисероплетение, вязание, вышивка, лоскутное шитье и резьба по дереву. В завершении компетентное жюри объявило результаты первого этапа. По словам главного судьи, вымрать лучшего было непросто, так как все участники выступили достойно. В итоге места распределились следующим образом. Мы выбираем песню «Речка» в дуэт «Села Золотуха». В номинации «Авторская песня» у нас был единственный, кстати, исполнитель и представленная песня «Авторская жена». Также мы хотели бы, чтобы Сергей Петрович представил эту номинацию на следующем этапе нашего конкурса. Все работы по прикладному искусству представить во втором этапе нашего соревнования между нашими учреждениями. Второй этап соревнований состоится 8 октября. Организаторы планируют провести его также в стенах Комплексного центра социальной поддержки населения. В эти выходные в Ахтубинских лесах и степях будет многолюдно. Сюда устремятся охотники. Одни, как обычно, с корзинками, за грибами, другие с ружьями, за пернатой дичью. 21 сентября стартует сезон осенней охоты. Стоимость путевки, на которую не изменилась, цена на уровне прошлогодней, а вот нормы отстрела увеличены. Подробности в следующем материале. Прошедшую субботу, 14 сентября, состоялось правление районного общества охотников и рыболовов. Председатель Юрий Карпенко доложил о результатах поездки в город Астрахань, где в региональной общественной организации состоялся совет по поводу открытия охоты на пернатую и водоплавающую дичь. В соответствии с федеральным законом об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, правил охоты, утвержденных Министерством природы, Службы природопользования, охраны окружающей среды, совет постановил открыть охоту в 2013 году 21 сентября с утренней зорьки. Норма отстрела дичи в Ахтубинском районе на сезон 170 уток, 84 лысухи, серой утки 92, черков 178, больших бакланов 500 голов. Это количество птиц рассчитано на все охотхозяйство Ахтубинского района. Норма же добычи на открытие, как и на последующие выезды в сентябре на одного охотника по всей Астраханской области, не более трех лысух, 10 бакланов, а уток, кряквы, сирушки, черка и так далее можно отстрелять вдвое больше, чем в прошлом году, 20 голов, если, конечно, повезет. По информации егерей, охотоведа, охотхозяйства, водоплавающей птицы в этом сезоне много, потому и решено на областном совете норму добычи увеличить. Ни пуха, ни пера. Обзор новостей продолжится после объявления. Прозвучит оно прямо сейчас. Мы приглашаем к себе на работу телеоператора. Телеоператор в студию. Задача телеоператора – это формирование телевизионной программы, которая пойдет в эфир. Телеоператор должен обязательно быть уверенным пользователем. Образование имеет значение, но не обязательно высшее. Желательно, чтобы у претендента был аналитический склад ума, поскольку нужно работать с программами. Программы, конечно, он должен знать, уметь, как с ними работать. Нет требований жестких к возрасту, к полу. Пожалуйста, можно работать и пенсионером, поскольку работа здесь по графику где-то 6-8 смен в месяц. Можно работать по совместительству. В продолжение темы трудоустройства. Новости из областной думы. Дума поддержала разработанные первым заместителем председателя комитета по государственному строительству, законности и правопорядку Михайленко поправки федеральной закона социальной защиты инвалидов. Действующим законодательством закреплено, что для организаций, в которых работает более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями. Она составляет от 2 до 4% от среднесписочной численности штата. В настоящее время в различных субъектах, например, в Архангельской, Белгородской, Ульяновской областях, Татарстане, региональным законодательством предусматриваются собственные дополнительные положения, регулирующие исчисление данной квоты. Поэтому депутаты Астраханской областной думы предлагают в федеральном законе закрепить прямую норму, согласно которой субъект вправе самостоятельно установить порядок определения квоты для трудоустройства инвалидов. Красивое свадебное платье даром. Неужели такое возможно? Конечно, да, если наряд был куплен в салоне «Любовь-морковь», а невеста стала участницей акции «Свадебное платье в подарок». Такое мероприятие состоялось недавно в городском парке на танцевальной площадке «Ракушка». В погожий сентябрьский вечер на танцевальной площадке «Ракушка» царила праздничная атмосфера. Здесь проходило шоу-розыгрыш с интригующим названием «Свадебное платье в подарок». Организатором мероприятия стал фирменный салон «Любовь-морковь». Очень хотели порадовать наших невест. Главный приз – это розыгрыш свадебного платья, а точнее возврат денежных средств, которые были потрачены. Участницами розыгрыша призов стали девушки, которые в период с марта по август этого года купили в салоне «Любовь-морковь» в свадебные платья. Они заполнили анкеты, отпустили их в барабан, который весь переливался золотом. И необычное состязание началось. Из числа зрителей ведущие выбрали себе помощницу по имени Анастасия. Как только останавливался барабан, она доставала листочек и читала фамилию. Девушки по очереди подходили к столику, выбирали конверт, в каждом из которых был указан приз. Первой участницей розыгрыша стала Елена Кукачкина. Несколько волнительных мгновений, и вот уже она – обладательница подарочного сертификата. «Я покупала платье в июне, а замуж еще не вышла. Свадьба будет только в ноябре. Я эти 500 рублей должна потратить, придя в салон и выберу что-нибудь для себя». «Есть у нас вечерние платья, вечерняя коллекция. Может быть, у кого-то детки появились, есть детские платья. Даже на самых маленьких, на годовалых детишек. Поэтому всегда найдется применение таким денежком». Такой же подарочный сертификат на сумму 500 рублей получила Лилия Сапарова. А вот обладательницей главного приза стала Ольга Боброва. Платье девушка купила в августе. Выбранный наряд понравился родителям, гостям и, конечно же, молодому супругу. «Оно кипельно-белое, пышное, со стразами, корсетом, с пышной юбкой». Без призов в этот вечер никто не остался. Участницы лотереи в подарок получили кружки и магнитики с логотипом свадебного салона «Любовь-морковь». Обладательниц сертификатов и победительниц розыгрыша до 30 сентября ждут в фирменном магазине, где, кстати, появились новые товары, в том числе и шикарные свадебные платья. Ну а теперь новости культуры. Концертно-выставочный зал «Муза» распахнул свои двери перед ценителями живописи. Прошедшую пятницу здесь состоялось открытие персональной выставки работ Валерия Малеева. На полотнах мастера можно увидеть Карачаево-Черкесию, Сочи, Ялту, Астраханские степи и другие интересные места России и ближнего зарубежья. Среди художников пейзаж является одним из наиболее излюбленных, процветающих жанров. Природа содержит в себе как эстетические, так и духовные ценности, вызывая в человеке уважение к жизни. Такие понятия, как человек и природа, в пейзажах сливаются и рождают понятие «родина». И именно пейзажу принадлежит главное место в творчестве Валерия Малеева. В этой сфере художник остается последовательным продолжателем традиции русской реалистической школы живописи. Его в равной степени интересуют эмоционально возвышенные образы пейзажа с широким диапазоном возможностей в передаче трудноуловимых состояний природы. А художники и его коллеги отзываются с восхищением. Человек бешеной трудоспособности, то есть он работает быстро, качественно, много, настойчиво. И сам по себе он, несмотря на такой внешний вид, такой грубый, он тонкий, душевный человек, добрый, к нему всегда можно обратиться за помощью, он никогда не откажет. И в этом, конечно, тоже заключается его сила, потому что быть руководителем, а он руководитель Астраханского художественного училища, и в то же время совмещать вот такую творческую деятельность, это очень и очень тяжело. Плюс еще успел как-то защитить диссертацию. Ведущая концерта рассказала биографию Валерия Малеева. Также на сцене выставочного зала выступила Маргарита Петрашова с песней «Вижу чудное приволье» и дуэт Татьяны Навки и Оксаны Гончаровой. По словам организаторов, несмотря на то, что большинство работ художника не удалось привести, выставка удалась. Живопись у Валерия Юрьевича такая сочная, яркая, она эмоциональная. Он действительно отдается с душой своему делу. Это струя, как бы в нашу художественную жизнь Ахтубинская, свежая струя. Я рада, что я увидела, что получила от этой выставки новых ощущений, хочется писать и творить. В своих работах Валерий Малеев отражает особенности природы Подмосковья, горных видов Донбая и ущелья Махар, морского пейзажа, величия архитектуры Санкт-Петербурга. Творчество художника просто и понятно для всех, кто неравнодушен к красоте родных сердцу пейзажей необъятной Родины. На этом я прощаюсь. Впереди блок рекламы и объявлений, а также прогноз погоды.